добрый вечер а может быть даже добрый день доброе утро для всего мира говорю это я андрей разин как всегда с вами дорогие мои подписчики моих двух youtube каналов андрей разин и ласковый май ой почитал сегодня а ив ну хоть кто-то там в команде юры шатунова моего кума покойного хоть кто-то что-то соображает это казарновская бывший защитник навального хоть она хоть что-то еще соображает и понимает и говорит хоть какую-то правду что дети пока не вступили также и жена не вступили на следствие и они естественно не могут быть стороной по делу а вообще по этому делу по судебной практике а также по законодательству российской федерации случае смерти человека если он является просто причем я его называю так притянули за уши юру в это дело где мы судились сергеем кузнецовым причем здесь юра шатунов он вообще к этому делу никакого не имел отношения его сделали заинтересованной стороной так пожалуйста тогда все солисты ласкового мая могут с невменяемым кузнецовым заключить договора и также быть стороной по делу с позиции судьи которые восстанавливают сроки 17 летней давности и вводит человека который вообще не является стороной по делу но тем не менее она вынесла это решение и естественно за это решение будет нести сама личную ответственность а также верховный суд и 5 апелляционный суд который рассмотрит 11 ноября этого года нашу жалобу и естественно даст уже отпорную точку который я говорил что в случае если только это решение останется в силе я его опубликую поэтому идите восстанавливайте сроки 17 летней давности если у вас кто-то в вашем деле даже не участвовал то с позиции судьи лунёвой можно спокойно их делать стороной по делу заинтересованным лицом при документах которые даже не являются законными например лунёва приняла копию договора непонятно от кого не от кузнецова не от меня от кузнецова она должна принять оригинал нашего договора от меня тоже оригинал или хотя бы нотариально заверенный договор она принимает какую-то копию которую я вообще первый раз вижу откуда не взяли эту копию в деле есть расписка сергея кузнецова что он ко мне никаких претензий не имеет 2005 году когда он судился со мной именно он признал данный договор и есть в деле оригинал его фамилия имя отчества и подписи а также паспорт заверенный его собственноручно копия верна его личной рукой и там все автографы есть что данный договор он с разным заключал девяносто втором году они вырвали этот договор адвокаты его 2007 году и теперь судья принимает липовые бумажки какие-то заключения экспертов что якобы там какая-то подпись поддельная и сразу говорю что договор который судья рассматривал он поддельный а договор который представили между кузнецовым невменяемым признанные решением промышленного суда города оренбурга и он в статусе этого находится до сегодняшнего дня и он избежал уголовной ответственности за это и не понес наказание потому что он больной человек психически нездоровый то почему судья принимает эти бумаги этой уже будет разбираться конечно вышестоящая организация и почему юрий шатунов который не имел никакого отношения ни к договору девяносто второго года а также 2005 году не являлся стороной по делу вдруг судья отменяет все сроки 17 летней давности и восстанавливает его и делает его заинтересованным лицом но есть тут еще одно но если юра умирает заинтересованное лицо то в судебной практике в законодательстве нигде не написано что его несовершеннолетние дети или жена может представлять какие-то его интересы в случае если умирает сторона есть судебная практика который является заинтересованным лицом дело просто закрывается и если когда-то она вступит в наследство и посчитает что его права где-то были в чем-то ущемлены она должна подавать исковое заявление самостоятельно заново и проходить всю эту процедуру то что ставропольские судьи вынесли это конечно смешно и не знаю если все это утвердят то считайте что судебной реформы никакой не было вячеслав михайлович лебедев имейте ввиду вся страна возьмет мое решение вступившие в законную силу если оно будет принято незаконно второй раз и побегут со всеми исками вся страна побежит отменять все решения и всех делать посторонних соседей заинтересованными лицами мало того московский арбитражный суд когда попытался помочь юрий шатунов вынесли решение положительное и приложили договор с кузнецовым то апелляционная инстанция московского арбитражного суда отменила это и расписала как недопустимый договор и недопустимое доказательство так как уже верховный суд а также многие другие суды признали заразенным андрею александровичем право на данные песни и решение суда вступила в законную силу после чего в марте месяце этого года верховный суд по интеллектуальным правам подтвердил это финн мониторинг проверил договор и соединенные штаты америки получив эти заключения от финн мониторинга а также россии а также от верховного суда по интеллектуальным правам при верховном суде значит продали данное произведение в соединенные штаты америки где они заплатили деньги и российский бюджет и американский бюджет за эту сделку получили деньги поэтому все вот эти решения суда которые сейчас пытаются рассматривать эти два адвоката но одна еще ладно хоть навального защищала но второй милиционер вообще по моему ничего не понимает но тем не менее он там что-то комментирует это все незаконно поэтому через полгода конечно если она вступит в права если есть что-то будет не нравится в этих решениях и она посчитает что ущемлены права ее супруга законного наследника она имеет право заново обратиться в суд и естественно судиться со мной дальше но есть заключение верховного суда что данный договор с кузнецовым является ничтожным и не подлежит никаким правовым основам поэтому ставропольская судья будет конечно за это отвечать я вам еще раз хочу сказать что я судью не оскорблял я не обвинял ее смерти юрия шатунова это то что написано в социальных сетях это не мои социальные сети написали это пишет именно адвокат чернокнижник от моего имени и подает это как будто от моего заявления для того чтобы подставить меня я по этому поводу обратился к президенту обратился в службу судебных приставов россии генеральную прокуратуру в мбд и попросил разобраться я ставропольских судей люблю и обвинять их в убийстве тем более никогда не мог и не могу и делать это не буду вы никогда ни одного интервью не услышите что я буду обвинять судью в убийстве человека но то что она вынесла это конечно они же это все и от моего имени подали что якобы я судье угрожаю потому что тем самым они хотят устаю чтобы это решение устоялось но как она будет устраиваться я вам уже объяснил это совершенно все незаконно в требованиях моих сказано то что юры нет поэтому все дела обязаны быть закрыты так как он не сторона по суду а просто как заинтересованное лицо а заинтересованное лицо не может участвовать ни в каких процессах в случае смерти поэтому господин васильев если вы такой уж умны почему вы тогда работали в милиции они в прокуратуре если вы закончили мгу так почему же вы не проректор не кандидат наук никто вот кто вы такой почему вы рассуждаете что разин что-то там наговаривает я пишу кстати все четко и вы читаете мою жалобу она вам нравится казарновская так вот понимает как юрист что разин прав и что вы там на придумывали все и забили юре голову три года который верю это знаете у нас так есть такая пословица на мне очень нравится верила надеялась думала рожу а пошла проверилась трипером хожу вот это вот вспоминается это мне пословица извините что кого-то может быть оскорбил но в любом случае зная о том что кудряшов имеет 10 классов образования юра тоже 11 классов образования что это люди неграмотные вы конечно их загрузили и смогли загрузить кстати судью московского городского арбитражного суда она вынесла решение по вашему вопросу так как вы и написали а потом бегала и говорила о том что у нее двое детей она без мужа отзовите жалобу чтоб меня не уволили и мне пришлось отозвать жалобу мне просто стало жалко эту женщину и естественно вышестоящая организация это отменила и признала договор между шатуновым и кузнецовым нелегитимным незаконным и не подлежащим никаким вообще юридическим канонам потому что собственность вся есть и самый главный вопрос который хочу вам сказать никогда юра шатунов с девяносто второго года не обсуждал со мной вопрос что и сергей кузнецов не продал мне права в одном из интервью сергей говорит я тут рядом жил в двухкомнатной квартире а теперь я живу тут трехкомнатной а никто не задавался вопросом откуда у сергея кузнецова девяносто втором году появились деньги на студию и на трехкомнатную квартиру это как раз эти были деньги которые я ему заплатил за песни мало того я его взял на работу и он у меня работал до 2008 года художественным руководителем я ему тысячу долларов в месяц отправлял заработную плату пока 2007 году они не выкрали договор и попытались не признать этот договор незаконным по сегодняшний день идут суды поэтому сергей кузнецов уволился 2008 году решение суда было 2005 где он согласился с этим решением поэтому не слушайте этих мошенников не слушайте этих чернокнижников которые пишут звонят как пранкеры берут правительственную связь заставляют судей ставропольского краевого суда который сейчас уходит может быть уйдет в башкирию наш председатель краевого суда придет новый председатель ставропольского суда я думаю что он больше допускать таких глупостей не будет и принимать решение человек который не имеет никакого отношения к суду и прошло 17 лет делать его заинтересованным лицом мне жалко просто юру жалко юра что они заставили его работать такое огромное количество концертов и при всем при этом вымотали ему всю душу положили его в гроб этой работой просто изнасиловали его этой работой изнасиловали я об этом полгода говорил и полгода они мне не слушали кудряшов ты самый настоящий помойник ты помойник который повелся на деньги васильева который тебе рассказывал сказки и заставлял судей писать то что вообще на голову не натянешь если сейчас вот это решение суда все-таки останется в силе публикую его и бегите вся страна бегом в суды отменять и все свои решения все вы посмотрите просто посмотрите что она написала вы даже представить не можете человек который не имеет никакого отношения ни к договору ни к чего самое главное что юра шатунов со мной заключил договор девяносто втором году что он пожизненно может петь песни ласковая бесплатно безвозмездно когда вступил в права филатов филатов заключил с ним договор что он юра шатунов может петь песни безвозмездно пожизненно и также американцы когда купили эти права они официально обратились к юре как ко мне и гурову дали доверенности что мы можем петь эти песни бесплатно пожизненно так почему тогда юра шатунов со мной заключил договор девяносто ром году с филатовым заключил договор а вот когда узнали что фильм снимается и что разин стал правообладателем юры шатунова лично как человека его творчество в тринадцатом году вот это их избесило и они нашли таких вот людей которые вот пишут такие решения которые могут вообще отменить вообще судебную систему в российской федерации всех вам благ всего самого лучшего всегда ваш андрей раз